Больша Абдонна, расскажите немножечко о себе. Ну что я себе расскажу? Кто вы, откуда, откуда такая взялась? Сейчас ведь вы глава клана целого, семейного, большого. А с чего всё начиналось? Я родилась в 1916 году, 10 августа, в городе Ростове-на-Дону. Прямо в Ростове? Да. Здорово. Так. Родители у меня были, отец и мать. В общем, у нас татарская семья. Оба татары были. Ну, очень рано папа нас оставил. Но они настоящие татары были? В смысле вера? Всё, конечно, всё. Я же тебе говорю, у нас такие казанские татары. А кто, как их звали? Как их звали, папа и мама? Так. Катима Юсуповна. Мама была у меня, и Абдул Абрамович был папа. Вот был у меня дедушка тоже, который очень долгую жизнь прожил. И в Таганроге мы потом жили, после Ростова. Когда папа женился, мы переехали, на маме мы переехали в Таганрог. Там у меня папа имел свою торговую точку, в общем, магазин и своё дело. Он был пекарь. У него была пекарня, и у него было много рабочих сил. Ещё у меня была сестра. Звали её Магира. Как? Магира. Магира? У меня было пекарня, были магазины у них хлебные. В общем, они процветали, конечно. Какие-то свои рецепты, наверное, были? Свои рецепты были, конечно. Выпускал. Дед выпускал такие рогалики, эти бублики, что к нему просто с утра бежали, к открытию магазина и покупали. У него раскупали в два счёта. И рабочая сила у него была очень квалифицированная, потому что он был очень такой требовательный, строгий хозяин. Ну, я это знаю по себе, потому что мне доставалось от него часто очень, за то, что я владел на него свои дела, указания пыталась давать. Как печь хлеба? Как печь хлеб. Как печь хлеб, и как его есть, главное, весь перепробовать и подщипывать самые вкусные подогревые места. Вот так. Так что, ну, а потом я... В общем, мама у меня умерла, когда я была 44 года. И я осталась сестрой. Жить у сестры. Сестра у меня была и за мать, и за отца, и за всех. Она была очень хорошей человек. И у неё была очень интересная история. Нас, конечно, всех лишили права голоса, так как своё хозяйство было рабочее, сила наёмная. Это в каком году? Это было в 27-м году, по-моему. То есть совпадает со всеми этими процессами? Со всеми этими процессами. Вот. Ну, короче говоря, она никак не могла устроиться на работу. В конце концов, она устроилась на работу милиционером. И ей приходя с ночью дежуясь. С винтовкой через плечо. Она маленького роста. Такая... Винечка, садись в кушайную баню. Каму, баню. Эти съёмки. Ну, вот, кстати. Сачок такой. Масляный. А нужно говорить? А, идём говорить. Да? Звук там есть? А как же. Вкусно? Очень вкусно. Изумительно. Я жалю изумительный салат. Жень, давай садись, а то мы весь сидим. Угу. Попробуй салатик, Жень. Мы ещё успеём с тобой поговорить. Угу. У вас в семье говорили? Все говорили, кроме меня. Я категорически отказалась, я не стала говорить. Почему? Сколько меня не натаскивали, и дед меня лупил за это. Но я почему-то не хотела цитарского языка, и всё. Я так говорила, конечно, дома, потому что они мне бойкот объявили. Если я говорю по-русски, мне никто не отвечал. И мне приходилось пересилить себе и говорили всем по-цитарски. Но я так понимаю, я и сейчас понимаю всё, но говорить я не могу. Нет. Не получается. Не выучила. Ну, короче, как-то, в общем, сестра у меня пошла на завод, и она стала быть... Да. И в это время её приняли в партию, и вдруг висят списки лишённых голоса. Она в этих списках лишённых голоса. И приняли её в партию. Представляешь? И депутатом городского совета её избрали. Вот так. Мы так хохотали, это было так смешно, ужасно. Но она была очень активный человек. Такая была очень обязательная. И она вечерами, уже она вышла замуж, и вечерами она закончила всё-таки 10 классов. Так что она среди многих таких была более-менее грамотный человек. Вот её очень уважали. Она была очень славная человек, очень замечательная. У меня сестра была как мать. Ну, короче говоря, потом я тоже пришлось мне идти на работу. И я встречала... И сестра меня как-то по делу, по её, послала в райком партии уже на дел. Я пришла туда уже на дел, к заведующей, а её не оказался. Я была там заведующей учётом партийным. Чуйко Клавдия Милиановна такая. И она мне сказала, девочка, ты что? Я говорю, да вот я к Фадеевой. Ты знаешь, она придёт не скоро. Я говорю, я её подожду. Он говорит, ну что, время зря у тебя не проходило. Помоги мне, пожалуйста. Вот сегодня беру райкома, и ты, пожалуйста, мне помоги собрать людей. Я говорю, как же я могу их собрать, если я здесь живу. Я так балдулю, надо, я тебе дам список, дам тебе телефон, садись и всё, и звони. Ну и я начал... Это вот вам 13 лет? Это мне было 13 лет. Я начал звонким детским голосом. Сегодня в 6 часов заседание бюро райкома, ваша явка обязательно. И так далее. Передала такая-то, принял такой-то. Записал, в общем, всё. Ну и потом к ней начали поступать звонки. Говорят, что... А что за голос у вас в таком городе райкоме? Кто такая у вас? Она до этого девочка такая из семьи. Вот Галеева и она сестра. Ну, сестру мою уже знали. Всё. Ну, короче, ей там... Ну, ставки не было в райкоме. Ей там один торговый, который занимался торговой частью города. Он, Марченко был такой. И он сказал, что, знаете что, давайте я буду ей небольшую сумму уплачивать. Ну, она, в общем, рассказала, что я очень нуждаюсь. Что, в общем, хотелось бы как-то мне помочь. Он говорит, я помогу в первые месяцы. А там будет видно. И она меня взяла райком на работу. Так неофициально. Но уплачивала мне деньги. Я помню, я получила первую зарплату и пошла в магазин. 10 рублей получила. В 29-м году это уже было. И я на эти деньги, я помню, я себе купила пальто, купила туфли. Ещё у меня остались карманные деньги. И вот такие были цены низкие. Очень низкие цены. Я всё хорошее такое себе, приличное купила. Я прекрасно их помню. А у родных уже дела не было, да? Нет, отец уже умер. Он жена составил. И он женился на русской женщине. Она очень красивая была. Она родила ему сына. И он быстренько умер. То есть семья распалась. Семья распалась. И мама осталась своими детьми. А он, конечно, ушёл. Съёмка пройдёт? А? Съёмка пройдёт. Да. Вот. Ну, короче говоря. Потом я поработала в райкомнике, и она меня устроила на завод. Я пошла на завод, и ну куда? Конечно, там здесь сестра была, бригада браковщиков. А там одни женщины, ну и я ещё, значит, там привыкилась. Был такой начальник ОТК, отдел технического контроля. Подсибенко его фамилия был, Андрей Иванович. Очень симпатичный старик такой был. Ну, в общем, короче, я поработала один день, и уже шла домой вот с такими руками. У меня вот такие водянки были. Молодая, руки нежные. Это что, такие боеприпасы? Нужно было контролировать. Ну да, а как же, все детали. На каждую деталь была своя бригада. Это снаряды или что-то, бомбы? Нет, детали, ну, вообще снаряды делали, но мелкие детали. Мы с крупными деталями не имели дела. А мелкие детали, и снова там и третья, и пятнадцатая, и вторая, чёрт его душу не знаю. Ну, короче говоря, я иду вот так, держу руки, а руки у меня были очень красивые. Поэтому осенью так я иду, и идёт он, и я так по стороне, и он говорит, а что случилось? Я говорю, ой, Андрей Иванович, и я заплакала. Показали ему так, ой, кошмар. Сразу меня потащил к врачу, промыли, мне всё сделали. Он говорит, детка, зачем ты работаешь? Я говорю, как зачем? Жить надо. Он меня за руку потащил, мне в партийную организацию, я говорю, там был Филипп Фёдорович такой, Афонин. Вам не нужен секретарь. Она не очень рамотная, но во всяком случае, вам она может пригодиться. А он его любил, этого начальника, вот так как, от партнольской цеха. Говорит, хорошо, выходи завтра на работу, я тебя беру секретарю. И я пошла в секретарь к нему. Ну, в общем, короче говоря, я потом на заводе уже прижилась, уже была у заместителя директора секретарем. Потом я у директора была, секретарем у начальника в цеху. В общем, везде меня бросали, везде меня брали на работу, с удовольствием. Я работала. А, Абдул, а как же школа, как 13 лет? Школу, всё. Какая школа тогда? Всё бросились? Книги нет за что купить. Нет за что купить. Ну, конечно, я 6 классов, 7 перешла, и всё. И всё кончилось на этом, вся моя учёба. И дед никак не помогал, только командовал, сказал, нет, она не может учиться в русской школе. А мать его так боялась, она по-прежнему такая невестка придавленная была. Он сказал, как Тима, забирай её, всё, всё, нечего ей там делать, там русские, всё. Она себе там найдёт кого-то русского. Она ещё, отец, она же ещё девочка. Они быстро растут, нет, нет, забрали. И забрали меня из школы. Вот. Ну, я такая немножко, сама меня, это Клавдия Милян, но всё время, она как-то, вот эта, которая в райком меня взяла, она мной немножко руководила. Тут, туда меня устроит, посмотрит, где можно подзаработать. Она всё время мной руководила. И я уже начали к ним в дом ходить. Она меня с мужем познакомила. У них такой пацанёнок был. Ему было, наверное, внутри, да, Володя. Вот. И я, в общем, у них очень частый гость была, потому что они меня очень звали. Я немножко пела таким детским голоском. Они у меня всё спойно по-татарски, татарскую песню я им пела. В гости у них когда-то... А хоть чуть-чуть помните, нет? А? Да, чуть-чуть помню, немножко помню, конечно. Вы напоёте чуть-чуть кусочек? Только сейчас нет женщин. Как-то я не в настроении сейчас петь. Какое-то у меня состояние сегодня не очень такое весёлое. Ну, давайте тогда, может быть, о прошлом ещё в следующий раз. А сегодня, может быть, о современном, о настоящем. Ну, о настоящем. С Михаилом Григорьевичем, может быть, начнем. Ну, конечно, ну, вот я тебе говорю, что потом я на заводе работаю, в общем, ну, познакомившись со многими людьми, всё. И к сестре как-то собрались приятели. А у меня уже было, ну, у меня уже было, наверное, сколько лет? 18 было. У меня был приятель такой, меня познакомили, ему всё хотели женить. И обязательно на мне там знакомые всякие говорили. Коля, она хорошая девушка, всё. И он действительно всякий в меня влюбился. И он уехал отдыхать. Я говорю, я приеду, маму её вызову, мама приезжает. Она вот откуда Сингин? Бёшенская. Она из Бёшенской. В общем, он был рождён в Бёшенке, и мать у него там жила. И вот она приедет, и я вернусь с отдыха. Я уезжаю в Сочи, и мы с тобой поженимся. Жди меня, я... В общем, всё. Ну, он мне не очень нравился, как-то... Потом я чувствовала, что он выпивает, понимаешься? А я этого терпеть не могла с детства. Не любила, когда пью. Мужчина, женщина, говорить нечего. Ну, немножко у меня такое было воспитание. Всё-таки я как-то, знаешь, ну, не совсем я из низов. Я не совсем в интеллигенции была, но не совсем я была внизу, понимаешь? У меня знакомые все были такие очень интеллигентные люди, очень грамотные и умные, учёные все. Вот. Но меня везде принимали очень хорошо. Я была очень такая живая, понимаешь, разбитная такая, остроумная какая-то. Ну, все меня очень любили. Мне в жизни люди очень много помогли. Ну, короче говоря, он уехал. И вот сестра как-то, ага, они были, вот этот Павлов, попавший, охотник был. И он был начальник цеха. А у него партер был, Дзенгилев такой Николай, тоже охотник. И вот они как-то, значит, пошли на охоту и набили зайцев. Ну, в 7 часов утра барабанит дверь кто-то. Вот, сестра говорит, господи, это было в субботу. В субботу не дают поспать. Пошла, потом смотрю, у нее голос повеселел. А, ребята, заходите, всё. Она их хорошо знала, они коммунисты, в общем, там они друг друга знали хорошо. Они принесли зайца и сказали, вот это дело, тебе работа. Приготовь зайца, а всё остальное пиво мы принесём. И придём тебе обедать. А у нас ещё рядом по соседской комнате была небольшая. Там жила тоже она, член партии, малого Оля. Она дружила с сестрой с моей. И она говорит, да, вышла она к ним. Приходите, ребята, приходите, мы всё устроим и так далее. Ну, ладно. Я вижу такое дело. Уехала к этой Клавдии Милиановны в город. Мы жили в посёлке, возле завода 65-го. А я поехала к ней в город. Да, и сестра говорит, ну, чё ж ты уходишь? Я говорю, да что у меня с вами, где тут взрослые, всё, я пойду. Она закла у неё взрослые, закла у меня как подруга. И я уехала. Приехала я к ним. И даже не знаю, или я дома, или я у них что-то съела. Но я так заболела, у меня такое жёстом было. Меня стошнило. И я говорю, Клавочка, я пойду домой. Ну, как же ты поешь? Я говорю, Клава, ничего. Я пойду домой. Я в уволенной комнате полежу. И я пришла домой. Пришла, у них там розария, они поют. В общем, довольны всем. И я только зашла в комнату, а мне Павлович говорит, а мы получили для вас телеграмму, извините, мы её вскрыли и прочитали. Я говорю, какое она хачка, ну, как можно такие вещи себе позволить? Он говорит, ну, извините, я же извинился. Это я её вскрыл, эту телеграмму. Я же напрасно. Ну, сестра сразу мешала. Я говорю, ну, ладно, тебе не будет такой капризной. Познакомься, познакомься. Я и знала так, но не была знакома. Ну, прочитала. То, значит, пишет, что... Такую телеграмму нежную. Мне было так стыдно, что они прочитали. Он написал, бель, люби, бесценный ребёнок, буду такого-то. Вот так, Николай. Целую, Николай. Я говорю, ну, что вы получили от этой телеграммы? Он, конечно, не то чувство, которое вы. Ну, мы рады за вас. Ну, хорошо. Ну, в общем, посидели, всё. Я пошла, я потом говорю, ну, извините, я плохо себя чувствую. Я сестра жила, я приезжу Оле. Она говорит, ну, неудобно как-то. Они соберутся и уйдут. Посиди немножко. Ну, я ещё немножко с ними посидела. Потом они уходили. Мы в кухне, так все были где в окно. На втором этаже мы жили. Они спустились вниз и подняли голову, начали прощаться сняться. И я посмотрела на него. И, знаешь, у меня так сердце жало, мне так его жаль стало. А он сказал, что он живёт один, что у него комната в общежитии, что он из армии по состоянию здоровья. Он был спортсмен, а потом у него начались бесконечные хронические воспаления лёгких. И, в общем, он очень болел и его демобилизовали. Потом он работал в органах какое-то время, недолго, но работал. Вот, ну, в общем, он очень такой интеллигентный человек, очень красивый такой мужчина, стройный такой, подтянутый в военной форме, он так её и носился в военную форму. Ну, короче говоря, они ушли, всё. Потом я, а я была секретаром комсомольской организации цеха. Я пришла, меня вызвал партор завода, и я пришла к нему. Захожу, у него сидит этот Павлов. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Вот. Ну, Василий говорит, ну, посиди немножко, сейчас мы закончим, и он уйдёт, и, в общем, мы с тобой поговорим. Ну, по цеховым там делам, по комсомолу, конечно. Он меня вызвал, какой-то там конференция какая-то должна была быть, я уже забыла. Ну, короче, он поговорил, ушёл. Я посидела этого Василия, спускаюсь вниз, а он стоит. Он стояла жду. Я говорю, господи, что случилось? Он говорит, ничего не случилось, я хочу... А у нас была такая, раньше называлась паштетная. Не кафе, а паштетная называлась. Там прямо на телевизоре завода этого. Да. Он говорит, а я Вас жду, хочу Вас пригласить пообедать. Вы, наверное, не обедали ещё? Я говорю, нет, я ещё не обедала. Ну, пойдёмте. Приходим к этой паштетной, она, зараза, на санитарном дне. Я говорю, Дмитрий Вальевич, вы знаете, что, ну, мне ж неудобно. Она уже, я говорю, вы извините, у нас, конечно, обеда шикарного нельзя получить. Но какой будет у меня такой у Вас? Пойдёмте к нам, мы вас покорим с сестрой. И я его привела. Сестра вот дальше так и говорит, а что такое? Он, да вот, ты понимаешь, Магира, так и так получается. Она, ну, ладно, садись, она такая степриимная. А обед у нас будет жареная картошка и вот такой огромный солёный огурец и чай с сахаром. Это обед. Вот так. Потому что мы обе работали, нам некогда было заниматься. Обедом, да и денег не было. Жили мы очень и очень скудно жили. Ну, ничего, в общем, Жили. Ну, короче говоря, посиделом, всё. И сестра, он говорит, ой, мне надо, наверное, идти. Она говорит, конечно, ты уже иди, потому что у меня ещё есть работа. Он говорит, что ты должна делать? А у меня такие были волосы. У меня густые, такие были чудные волосы. Вроде Иркиных, да. И сестра говорит, мне ещё надо будет, а ещё помыть. Завтра комсомольское, партийное комсомольское собрание. Ей надо быть на собрании тоже. Я хочу и голову над ней помыть. Он говорит, ты ей голову? Почему? Я уже всё-таки... Мне уже 20 было. Да, я уже 20. Мне было. Ну, почему ты должна им мыть голову? Он прям был так поражён. Если бы у тебя была младшая сестра, ты бы тоже... Он говорит, ни за что. Он говорит, ну, отженишься, я тебе говорю, ты будешь мыть голову. И прямо так ему пальцем, как будто знал. А он говорит, не уверен. Ну, и в общем, ушёл. Потом на конференции я. Пришёл на конференцию, он стоит в двери. Здрасте, здрасте, я вас жду. Я говорю, зачем? Да просто так поговорить. И мы прошли в зал. А я хочу, чтобы мы посидели немножко и пошли в кино посмотреть. Говорят, хороший фильм, человек с ружьём. И мы, правда, посидели, убежали, человека с ружьём смотреть. Ну, в общем, посмотрели, и всё, он меня проводил. Начал жаловаться, как ему плохо жить, как он одинок, что брат у него в Кисловодске живёт, чё, сраждет, тоже там живут. Ну, в общем, он одинок. Ну, ладно, я с ним поговорила, всё. Пошла домой. Потом... Да, и он мне назначил свидание. А я как-то заколебалась так, думаю, приехать этот Николай должен. Думаю, как мне быть, всё-таки я была неизбылована, я меня строго держала, сестра, очень прям, вот так вот держала. Думаю, чёрт её знает, что здесь. Я говорю, ну, разве только ненадолго я ему говорю. А потом я говорю, ой, вы знаете, я обещала приехать в своей приятнице, это вот Каладемия, мне в город надо, ну, я вас проживу в город. Ну, в общем, короче, мы с ним встретились, пошли. И как ударил дождь, такой сильный дождь, что мы бежали, а вот к нему ближе, ко мне далеко к нему ближе. Ну, это общежитие, ну, у него своя комната была, довольно аккуратная такая. Вон, пойдёмте, зайдём, немножко пересидите, хоть голову протерите, а потом я вас провожу домой. Мы зашли, посидели, поговорили. Я смотрю, он открывает тумбочку, достаёт ликёр, такие очень дорогие, и достаёт такой пакет большой, раньше было это очень моде, шоколад, всякие зверушки сделанные из шоколада, и прям вот такой пакет, всё шоколад. Я думаю, ого, хорошо живёшь, шоколад каждый день ешь, подумала, такая мысль у меня смертнула. Ну, короче говоря, мы с ним поговорили, поговорили, посидели, посидели, посмотрели. Три часа ночи, боже мой, я заговорил он меня окончательно. Я в ужасе думаю, господи, что же мне теперь делать? Ну, что делать? Он говорит, ничего не делать. Посидите, всё, и утром идти на завод. Я говорю, ой, ну как же так, у меня сестра, я знаю вашу сестру, я с ней сам объяснюсь. И, в общем, короче говоря, вышло, но я ещё слабо так соображалась, что к чему. И мы вышли вместе с ним из общежития и пошли на работу. Идём, разговариваем, все на нас подъеду. Я думаю, что они смотрят так на меня? Они действительно удивлены. Все знают посёлка Дружо. Что-то я спала, утром и иду на завод. Как это может быть? С какой стати? А? С какой стати, да. С какой стати, вот именно. Я пришла в цех, только началась работа. Телефонный звонок. Сестра мне звонит и говорит, приди в Золков на минутку. А я говорю, зачем? Придёшь, узнаешь. Я пришла, там ещё никого, там они эти вельможи приходили попозже. Она меня за руку в бюро ИТР, это инженерная, это секция была там, затащила меня. Раз, мне оплевуху. Два, мне оплевуху. Как она меня отлупила, Женя. Она меня так отлупила, что она всю жизнь запомнила. Да как ты смела? Да ты что? Весь завод уже об этом говорит. Ты думаешь головой или нет? Тебе же замуж выходить. Господи, как она меня била. Это какой-то кошмар. У меня лицо распухло всё. Ну на работу надо идти. Я пошла. У меня начальник цеха был такой чудный человек. Леензарис, Черцов Николай Андреевич. Я пошла, ну что с вами? А он Павлова целлюбил очень. Он к нему ходил, даже домой к ним заходил. Он с женой жил, этот Николай Андреевич. У него жена была врач. Ну в общем, короче, я говорю, ну успокойтесь, пойдите умойте всё. Ладно, это всё пройдёт. Ваша сестра не права. Какое она имеет право? Он чудный человек. Это было бы прекрасно, если бы он на вас обратил внимание. Радоваться нужно этому, не бить сестру. Ну, короче говоря, приходит Митя, к этому Николаю Андреевичу. Николай Андреевич его завёл к себе в комнату, в кабинет, а так застеклённый кабинет был. И чувствует, говорит, что-то обо мне. Говорит, говорит, говорит. И тот такой расстроенный, вижу, у него пятна красные такие на лице выступили. Вот, потом он ушёл. Да, Николай Андреевич Микорович, Аняшенька, пожалуйста, угостите Дмитрия Ивановича газированной водой. А у нас пескоструй был, и у нас была газировка специальная, всякие даже бочи. Я пошла, взяла этот сифон, значит, принесла воду, всё, он посмотрел на меня. А я сейчас, ну, синяков нету, ну, красная, вспухшая, вся в красном. И он ушёл. И приходится он, так, наверное, минут через сорок кладёт на стол мне ключ, и под ключом сто рублей. Говорит, вот, деньги, пойди в магазин купи что-нибудь поесть, и иди ко мне, а я немножко позже придуваюсь, тебе ключ. Я говорю, Дмитрий Иванович, да, так нужно, слушай меня, так нужно. Ну, я так и сделала. Не пошла домой, потому что он боялся, что на меня ещё будет лупить. Я пошла к нему, пошла в магазин, купила продукты, пошла к нему, всё. Вот, и он мне говорит, что, знаешь что, я хочу жениться на тебе. Я говорю, Дмитрий Иванович, ну, это невозможно. Ну, про телеграмму читай. Ну, ты любишь его? Я говорю, нет. Так зачем же там уж эти сидят? А я говорю, я и вас не люблю. Ну, молодая дура была, господи. Он захохотал. Это сколько вам было? Это у меня было 21. Ну, я такая была. Я же говорю, я домашняя очень была. А ему сколько было? А он, я 16-го года, он 8-го. В общем, он на 8 лет старше меня. Ну, он молодец, так выглядел, такой молодой, прям прелесть. Ну, вот, потом я рассмотрела его. Сначала я его не рассматривала, как жениха. Ну, короче, я говорю, он говорит, короче, я тебя прошу, мне надо на рынок кое-что купить. Я хочу, чтобы ты мне присоветовала на барахолку, в смысле. Завтра давай встретимся и пойдем утром. Я говорю, ну, я не знаю. Нет, ну, надо, надо. Надо. Это надо сделать. В общем, он начал настаивать очень. Я утром встала. Сестру не разговариваю, конечно. Она меня не замечает. Я оделась и ушла. Встретилась я с ним на трамвайной остановке. И мы поехали. И мы поехали не на рынок, а на центральную улицу Ленина. Вот. И мы пришли, он меня притащил из трамвая, прямо за руку меня вел, как на убитых, на заклане. Прямо вот так вот за руку схватил, притащил меня в ЗАГС. И говорит, да, он мне сказал, обязательно только возьми паспорт. Я говорю, зачем? Нужно. Я говорю, значит, нужно. Но он видел, что он здорово имеет дело. И командовал, как хотел. Я взяла этот паспорт, в кармане, платье у меня, в карман. Пришел в ЗАГС, взял у меня. А где твой паспорт? А раньше никакой очереди. Мы пришли. И она была счастлива, что мы пришли. Он зарестировал тебя. Я говорю, Дмитрий Иванович, зарестировал тебя. Она смотрит, так и говорит. Вы не согласны на меня? И он на меня смотрит. Ты не согласна? Я совсем тебе не нравлюсь? Я говорю, я этого не могу сказать. Он, ну так все, он, ну так ладно. Тогда я вот в реке открыл свой трону. Зарестировал нас. И мы зашли в магазин, купили шампанское, еще что-то купили. И поехали домой. Приехали домой к нему. Ну, значит, там собрались завтрак. Хотя у меня был племянник. Сестра этой, мой сын. Вступ в дверь. Он сказал, а, Володя, заходи. А он, ну, мальчишка, он на 12 лет, я его старше была. Он зашел, ну, посидел, посмотрел и говорит. А ты что, идем домой? А он, ты идем, а мы потом придем. Он ушел. Он все-таки зафотографировал, что, значит, я уже тут вроде как живу. Пошел в сестре, сказал, возвращается через час обратно. Приносит такой сверточек. Там две простыни, две науки, два полотенца. И не помню, что-то еще какое-то пустяк. Я говорю, это мама прислала вам. Вы женились и нам даже не сказали. Вот. А он говорит, а мама твоя всердитая? Да, всердитая, ну, не очень. Ну, в общем, это вам. Он, так вот, скажи своей маме, отнеси я это все и скажи, что мы себе купим, а это пускай будет ей. И он унес, а он, да, он ушел. А потом возвращается через две секунды и говорит, дядя Митя. Минут через десять я приглашаю вас поесть. Дядя Митя, вы разрешите, я буду у вас жить. Нет, это не нужно. Не нужно. Разрешите, я буду у вас жить. Ну, он так растерялся с ночи, а потом посмотрел на меня. Он говорит, я не хочу с мамой жить, я хочу с Сайшей жить. Он говорит, ну, что, Аиша, скажи, кто и будет. Ну, я, конечно, говорю, конечно. Ты, безусловно, будешь у нас жить. Вот так диванчик у двери, и там кровать, и вся комната, письменный стол, там тумбочка, все. И мы поженились только сегодня, и он надо будет жить. Ну, что, дед, живи, ничего не сделаешь. Ну, вот, и мы жили очень с ним неплохо. Он был очень хороший человек, замечательный. Только ревнивый был, кошмарно. А помите? Да. Прямо кошмарно был, ревнивый, к стенке прямо ревнивало меня. Он все боялся. И вот этот день, когда Николай должен был вернуться, он пришел с работы, прибежал раз, прибежал два, в рабочую очередь прибежал три. Я смекнула и говорю ему, успокойся, я никуда от тебя не уйду. Приедет он, не приедет, это не твое дело. Это мое дело, я сама распоряжусь. Нет, это мое тоже дело. Я говорю, все, иди работай, а то тебя выгонят с работы. Вот так. Ну, в общем, он ушел, потом пришел после работы. Ну, какие новости, никаких новостей. Куда он пойдет, где он меня будет искать, скажи, пожалуйста. Вот так. А его приятеля, жена Чигирева, Аня такая сумасшедшая была, позвонила ему тут же, оказывается, что потом уже она мне сказала, что твоя невеста вышла замуж, прогулял и повесила трубку. Вот так. Здорово. В общем, вот такое у меня было замужество. А как детки появились у нас? Детки появились у меня, первый был неудачный, у меня не получился ребенок. Вот, а потом Борька, значит, я, руки держи, да, первые. А потом Борька появился. Ну, Борька в тот же месяц, только в конце месяца появился. Вот. Ну, короче говоря, рожала я очень тяжело, и он с сестрой бегал там под роддомом, под окнами, все высматривали, все решили. Это все Таганрог еще? Это все Таганрог. С ним я только в Таганроге, он же на войну ушел с Таганрогом. А вы его проводили оттуда, да? Да. Вот, ну, короче говоря, в общем, пожили мы очень немного, два с половиной года всего. Но жили мы очень хорошо. Он был очень хорошим мужем, замечательным. Он ехал в Москву, он покупал все мне и моей сестре, и еще моей сестре-подруге за то, что они за мной присматривают по комиссиону командировки. А потом он уезжал в Свердлов в командировку, а у меня были крашеные волосы, я блондинка была. Ну, кто? Да. Но я потемнела, и я ему сказала, если не приедешь, вот так вот от числа, я покрашусь опять блондинку. А у меня корни уже черные все были. И вдруг, значит, его нет, и звонит телефонистка, такой долгий звонок, телефонистка, я подскакиваю в наш дом, в квартире был телефон, он говорит, что, а нет, не телефонистка, а почталька звонит. И говорит, что, можно я вам прочитать телеграмму, вам телеграмму, но послать некого сейчас. Я говорю, пожалуйста, она мечтает, воздержись красить волосы, хочу видеть прежние, целую, Дмитрий. Ну, конечно, уже окраски не было вече. Вот так. Ну, потом он приехал, мы его встречали, очень жарко. А я все была, он приехал, у меня было 17 штук черей. Вся, вот здесь фрункула, здесь и здесь, я вот так, вот такая, вот больная. Это с чего вдруг? А? С чего вдруг? Малокрови. Я ж плохо так жила, это я потом уже начали как-то есть нормально все. То же мы жили просто ужас, как крыши. Угу. Какие-то вечно голодные. Ужас. Я ж говорю, у нас обед был такой, сестра так сидит, ноги поднял на подоконник, а я здесь, по такому куску сахара рафинали, по кружке воды и по куску хлеба. Это обед. Ну, сколько можно было удерживать бедному организму молодому? Ну, с Дмитрием-то уже ведь долго вы в жизни. Ну, с Дмитрием, ну, я же быстро, я тут же забеременен. А, сразу. Я в тот же день забеременен, очевидно. Угу. Вот так. Ну, мы, конечно, тут ничего не скажем. Были все продукты, все было, я всех одаривала, кого только могла, всех своих знакомых, кто плохо жил, и родственников, всем помогала, как могла, всем. Тут меня Бог ни в чем прыгнуть не может. Угу. Я делилась со всеми. А как войну встретили? Ну, война вот так. Он уехал отдыхать. У него опять очередное было воспаление легких, температура он долго, и ему путевку в санаторию Ялта. И он уехал. Я, конечно, была недовольна, уже Ирочка родилась. Угу. Маленькая Ирочка была совсем. Я не помню, сколько ей было, месяца полтора, наверное, или два. И Ворька маленький. И я ему говорю... Вот как взевает маленькая девочка. И маленькая. Ха-ха-ха. О-о-о-о. Короче говоря... Масенька вот такая вот. И уже взевает, Максим. И уже взевает. О-о-о-о. Крошечная была, конечно. Она вообще крошечная была. Ну, короче говоря... Мелкая была. И он уехал, что-то война. Я в Форском побежала. Ну, в общем, я сейчас помню, так я... Такая наивная была. Это до глупости наивная была. Примечался, я говорю... Андрей Иванович, вы должны разыскать Павла и вытащить его домой. У меня же двое детей. Он разъянулся с удовольствием вытащить его. Ну, как бы меня туда не затащили. Кошмар. Какая глупая была. Ужас. Ну, короче, плачу, все рыдает. Он приехал. Вот так весь разорванный. Ни одной пуговицы, ни на рубашке, ни на пиджаке. Ни чемоданчика с вещами. Вот так он говорит. Какой чемоданчик? Поезд садился. Поезд садился в Ялте. Какой чемоданчик он тут. Господи Боже, ужас. Прямо как ехали, кошмарно. Один на другом сидели и лежали. Не разберешь, кто куда, кто чего. Вот так. Но потом он пришел. Я перебрала, сказать, Кладе Милянны в город, в квартиру. Потому что ее мужа, ее забрали в армию. Она сама пошла за мужем. Они уехали в Армавир. Еще в Таганроге не было немцев. В общем, он приходит домой и расстроенный. Ужасно бледный, как стена. Я говорю, что случилось? Айшенька, меня обком оставляет на заводе для сопротивления немцев. Ну, тоже обком. Это ужас. Что они могут сделать? У них ничего нету. Ни людей, ни оружия, ничего. Как это немцы шпальца туда бьют без конца? И уже они где? В Таганроге, в Мариуполе были. А там же Таганрог, Мариуполе, это же близко очень. Ну, короче, я говорю, у нас я должен остаться. Бригада целая. А тебя я вышел вон, посажу с детьми. И магирую тебя, и все. Сестра у меня заболела. У нее горлом кровь пошла. В общем, ужасное положение, кошмарное. Ну, что делать? Он их собирает. Я говорю, Митя, я останусь, а я тебя застрелю, и детей тоже. Я не желаю, чтобы немцы издевались над моей семьей. Собирайся, и все. Ну, ладно, я начал собираться. Как я собирался, уже я не помню. Ну, в общем, то, что нужно, я не взяла. А все ненужное взяла, короче говоря, чуть-чуть. И уже мы пришли к автобусу, автобус подъехал к нам. Он уже был битком набит автобус. Я говорю, куда же мы сядем? Найдем место. Надо всем уехать, им тоже надо уезжать. Ну, и, короче, уже... А куда поехали? Новосибирск. Ну, неизвестно было, куда. Должны были в Новосибирске. А куда мы едем? Что мы едем, никто ничего не знает. Я Иркину кашу подмышкой, значит, бутылочка. И там, это самое, бутылочки каша. И я ее подмышку вот так вот засуну и везу. Холодная. Наш совсем грудничок еще, это же сколько. Сколько же ей было тут? Ну, она грудная. Два месяца. Апрель, 3 апреля, да? Майя, июня, июля. Два с половиной. Три месяца уже. Три месяца. Ну, большая уже девочка. Большая девочка. Только... Крупная такая уже. Наоборот. Она мелкая. Мелкая, маленькая такая, крошечная. Мелезга такая. А когда были эти самые бомбежки, мы ходили, щели туда копали. И мы сидели в этой щели. А Борька заболел скарлатиной, умудрился. И дизентерей. И он в больнице, а мы дома. Я говорю, Митя, ну что, дед? Ничего. Но учительница по соседству у нас жила, Вера Ивановна. Она очень ко мне хорошо относилась. Приходится, я плачу. Что такое, Ашенька? Ну, я очень к ней тоже хорошо относилась. Вера Ивановна, вы знаете, так и так у Бори скарлатина. Раньше ни в коем случае дома нельзя. Одного дня они держали. Больнице увезли. И там, как он ночью будет, все, она... Дмитрий Иванович дома, я же дома. Я говорю, Митя, и Вера Ивановна пришла. Она говорит, Дмитрий Иванович, вы можете поехать договориться, чтобы мне разрешили сидеть у постели Бориса. Я буду там жить. С ним в больнице. Он говорит, Вера Ивановна, он прямо на колени перед ним. Спасибо вам большое, дорогая. Насчет питания не волнуйтесь. Мы будем каждый день возить вам еду с Айшей. И будем узнавать, как больно здоровит. В общем, будем возить... Возили мы ему еду там и так далее. Но все равно из больницы мы взяли его больного. Пошел он со скарлатиной. А взяли мы уже и скарлатина, и дизентерет. Там его заразили врачи, черты, милые. Грязь такая была. Вера Ивановна там бедная. Он говорит, я пытаюсь хоть как-то навеститься. Ну, все грязно, все липко. Посуда грязная. Я холодную воду ее вымываю пока. Ну, в общем, ой. Ну, ужас. Бомбежки эти кошмарные. Погреби сидят. Я в погреб не ходила. А потом пошла, в конце концов, уклала. Там погреб. Ну, я боялась этого погреба. Но все-таки ходила потом в погреб. Ну, короче, потом мы поехали, значит, куда мы приехали. Мы приехали первым днем в Батайск. Да. Самое ближнее это через Остов. Через Остов Батайск. Да, через Остов Батайск. Вот. Ну, там, значит, бомбежки ужасные. Нас поместили в школу. Какая-то школа. Только школа. Грязные полы и стены, и потолок. И все. Ну, что? Я, конечно, тряпки с ульцом подрастывал. Простынки какие-то. Представляешь, на простыне спать. Нечего постелить. Не одевал ничего. Не одевал, не одевал. Сидеться, только детские. Так я жизнь заворачиваю. Ну, и мы только прилегли. Только свели глаза. Бомбежка такая на час. Так бы бомбили Батайск. Так бомбили. Ужас просто какой-то был. Я думаю, я там с ума сойду. Ой, ту прижимаю к себе. Борьку прижимаю к себе. Сестра больная стонет. Ой, ну, Женя, только молодость могла выдержать такое. Только молодость. Ну, короче говоря, потом утром повезли нас. А дальше мы приехали в станицу Трубецкая. Козли Батайска где-то. И вот тут Трубецкую. А там военная часть стояла. Ну, познакомили. Пришел командир. Позвали его. Говорят, тут женщина с двумя детьми. Муж так и так. Все. Он посмотрел на меня. Покивал головой. Ну, что, моя дорогая, я по-моему, чем могу. А я курила. Я бросила курить. Я потом закурила опять. Потому что не есть, не спать, ничего не могу. Только папиросы меня и поддерживали. Вот говорят, вредный никотин. А как он меня спасал? Я кушать хотя безумно. Затянусь и не хочу кушать. Все. Аппетит уходит. Ну, потом это все вышло, конечно, блоком. Ну, он этот молодой такой командир. Давно мне помню, что за испытание. Но у меня эпоха, тогда были модные эти папиросы. Так он мне целый блок притасил. Я говорю, у меня нет денег. Не надо никаких денег. Все. Но я вас огорчу. Я шофера и машину мобилизую. Я обязана. Я не могу. Вы понимаете? Я никак не могу его отпустить. Он подлежит в армии служить. У него бронь была на заводе, а тут брони никаких нет. Он говорит, вас подвезет. Я вам сейчас узнаю, когда будет этот самый ваш эшелон. Потому что близко от Таганрога. И у них там у диспетчеров все было. Он сказал, что будет эшелон часов 8 вечера. Вот он вас подвезет. Это вот через Баттест? А? Через Батайск. Да. Он вас подвезет. И там вы сядете в ваш эшелон. Вы же там, наверное, знают. Ну, хорошо. Поехали мы. Подкормились немножко. Взяли, что он нам там подарил. Спасибо ему. Такой хороший был человек. Просто привет. И мы, значит, там, несколько человек нас поехали. Так, куда же мы приехали? Сейчас вспомним. Это девочка на руках. Ну, а как же. Один и другой, сестра больная. Второй еле телепается, да? А? И второй еле телепается. Ой, куда-то ему телепень такой, что на руках тоже. Я боюсь его опустить. А вдруг потеряется, вдруг бомбежка. Держусь как чуть-чуть за сухую грушу за них. Это просто ужас какой-то. А куда же мы потом? Ага, мы приехали, значит, и эшелон подходит. Только эшелону подходить. В общем, там заговорили, эшелон, эшелон. Дождь как улупил. Бомбежка как началась. Боже милосердный. Что делать? Кошмар. Ну, в общем, подтащили нас. Кто-то там помог нам сестру подвезти. Подошли к эшелону. Я начальника эшелона попросил. Он предподходит. Как люди узнаются? Я же его знала, начальник цеха Сорокин Александр Иванович. Такая сволочь оказалась. Места? Да вас столько. Да вы что? У меня мест нет, у меня эшелон забит, я не могу его взять. Там, значит, рабочие ехали из девятого цеха. Говорят, Александр, как мне взять? Это же Павлова жена. Он же такой начальник цеха, как вы. Как вы можете так говорить? Надо найти место. Тут женщины выскочили из вагона. И вышли парни. И одна женщина, Тимофеевна такая была. Говорит, Борис, сыну своему, ну-ка пропустите, разойдитесь. Тащи вы же в этот самый вагон. Что значит нет места? Найдем, на голове у нас будут ехать. Маленькие дети. Она, девчонка, вы посмотрите. Ну, в общем, короче говоря, и там еще была со мной жена военпреда. Такая придурочная, придурочная. Начали нас грузить. Смотрели они ее чемодан и вот так положили прямо в вагон. И кто-то подтолкнул. Поли рукой Толлина говорит. Она, вы что делаете? Какое хамство? Это чемодан из крокодиловой шкуры. Вы знаете, сколько он стоит? Он говорит, да? Он там умолил, просил, другой вагон, но все жаловалось, что их плохо. Ну вот, а я попала просто в рай попала, в рай. Вот рабочий класс, есть рабочий класс. Боже мой, как они там за мной ухаживали. Как они бегали чуть свет, узнавали, где остановка, будто шел за молоком. Приносили молоко, чтобы я их могла покормить. Приносили воду. Ну, в общем, я не знаю. Просто Бог мне помог. Я не знаю, как мне Бог помог. Сестру устроили на самую высокую полку, еду и там подавали. Водичку ей подавали, снимали, когда в туалет ее так снимут, проведут, опять забросят туда. Ну, в общем, 27 суток мы ехали. И холод такой был в вагоне. Ехали до Новосибирска? До Новосибирска. Приехали в Новосибирск, да? Приехали в Новосибирск, сюда. И ушел ее, пропусти женщину титьюль. И не взяли ее. Взял ее какой-то другой, в общем, она где-то там умолила, просила. Другой вагон, она все жаловала, что ей плохо. Ну вот, а я попала, просто в рай попала, в рай. Вот рабочий класс, есть рабочий класс. Боже мой, как они там за мной ухаживали. Как они бегали чуть сведу, узнавали, где остановка будет, за молоком. Приносили молоко, чтобы я их могла покормить. Приносили воду, ну, в общем, я не знаю, просто Бог мне помог, я не знаю, как мне Бог помог. Сестру устроили на самую высокую полку, еду и там подавали. Водичку ей подавали, снимали, когда в туалет ее так снимут, проведут, опять забросят туда. Ну, в общем, 27 суток мы ехали. И холод такой был в вагоне. Ехали до Новосибирска? До Новосибирска. Приехали в Новосибирск. Приехали в Новосибирск. Ну, там, значит... Так, давайте остановимся. Везли меня в Новосибирск, такую вот, маленькую, такую, упакованную, такую маленькую. Везли, везли, помню, помню, как же, как же. А Борька везде, как сейчас помню. А Борька везде встречался. Вот мы в шалоне когда ехали... А Борька укакался. У него дезентерея была. Да, мы ехали в шалоне. Значит, так, стена, лежит этот армянин какой-то, там, я даже не знаю, как его зовут, и кто он такой, и где он работал, я тоже не знаю. Потом лежит Борис, потом лежит Ирочка, потом лежу я. И вдруг, вопли, утром этот армянин кочет. Как тебе не стыдно, бессовестный ты, я к тебе за молоком хожу, я тебя хлебом вообще не обозрала. Я как подхватил, я вообще ничего не разберу. Потом, господи, смотрел, ножками там сучит. Он же еще маленький тоже был. Сколько? Полтора года. Да нет, не было полтора года ему. Меньше ему было. А вы ехали, это уже август было или сентябрь? Да сентябрь, это осенью было. Сентябрь? Нет, полтора года. Ну да, полтора годика как раз. Ну, короче говоря, вот так вот он его стыдил, стыдил. Ну, не так ему, как меня, конечно. А я виновата, что ли? Что ему взять? Пошел он там снегом обтирался на улице. Не надо было молоком кормить. Вот именно. Носил, носила. Ой. Надо было вино поить, арганским коньячком. Конечно, коньяком. Да. Сразу дезентерию остановили. Ну, интересно, Борька выздоровел как. Подъезжали мы к Петропавловску, по-моему, да. Только не тут же на Камчатке, а другой. Казахстанский. Казахстанский. И я, значит, это самое, вытащила, сколько у меня там было денег. И говорю ему, Боря, который устраивал меня там, сын этих рабочих. Я говорю, Боря, я тебе дам деньги, пойди купи. Он говорит, водку не надо покупать. Вот. Я говорю, купи пиво и купи там еще что-нибудь закусить. Всех вот, кто мне тут помогал, завтракать будете, чтобы распили пиво. Чайник огромный такой вот у них был в вагоне. Он говорит, чайник есть, я побежал. И на остановке мать его, ты куда, ты куда, сейчас приду, сейчас приду. Она говорит, куда вы послали? Я сказала, зачем же, последние деньги. Господи, да мы и так очень рады, чтобы мы вам помогли. Ну, ладно. Короче, принес, он это пьет, там все. И на верхнюю полку днем я Бориса сражала, потому что я тут в тюрьме крутился, не боясь, что он упадет. Вот. И он там сидел, и Борис принес и купил, куда его пока поставь. Я говорю, да поставь тут, на полку, на эту самую верхнюю. И он поставил. И мы все там заговорились, туда-сюда. Потом мне кто-то говорит, вы посмотрите на вашего сына. Этот сын лег на живот, припал к этому чайнику и выдал почти весь чайник пьет. Силен. И выздоровел. И без этой самой, без закуски. Без рыбы, без ничего. Без ничего, вот так. Без кирки в томате. Слушай, так главное, что он выздоровел. Перестал его нести. И он только начал писать часто. Но это уже бог с ним. Так он же пьяный был. Ну он пьяный был. Он заснул. Он прямо такой. Но не бузил хоть? А? Не бузил? Нет, не бузил. Куда ему бузить было? Он заснул, выспался хорошенечко. Он спал очень долго. По-моему, он день проспал и ночь проспал. Но ночь уже он там уписался, как хотел. Ну ладно, я уже... Армянина палил! Да, бедный этот армянин, но я не помню уже, как-то ему что-то какую-то перегородку сделает, чтобы он под него не текло под этого армянина. Вот, а потом он так себя, на второй день так хорошо себя почувствовал, сказал, я хочу кушать. Ну давай я его, значит, кормить чем-то. Пиво, лечебный, правда, кто-то оказывается, видишь, какой? Это все удивлялись. А где затерия при чём? Все удивлялись, все удивлялись. Ну как это так? А вы ему лекарства? Я говорю, какое лекарство он спал? Никакого лекарства ему не давала. Как же ему там, когда он спит? Храпит, цапит, стонет, останывает тело. Укрою, подойдёт, да и всё. Потом я его перенесла вниз, подложила так себе поближе, чтобы ему теплее было. Ну, вообще, я не помню, чтобы он меня писал. Но писал очень много. Под ним всё было очень мокрое. Я утром уже схватил это всё. Это Тимофейн мне говорит, что будет остановка, говорят, надо бы немножко это самое, хоть отбить, хоть первый раз в день быть подкрал на эти пелёнки, а потом будем стирать здесь уже горячей рудой. А то мы запарим это вонище всё одно, а то вы будете нюхать всю дорогу. Ну, я побежала, значит, так, остановился на шалон, и остановились эти открытые, как они называются? Платформы. Платформы. На этих платформах были самолёты и лётчики, ехали, значит, на фронт. Ну, короче говоря, я, значит, с этой миской, с этими пелёнками вышла из шалона. Ну, как мне пройти? Ну, кто-то мне там помог, я забралась, а там я спустилась, пошла всё это, постирала всё, руки вот такие вот, красные, холодные, уже холодные. Иду обратно, лётчики молодые идут, совсем молодые мальчишки, господи боже мой, бедные дети. Ну, и мамаша, что-то такое, я говорю, да я вот пелёночки постирала детям, и теперь спешу, скорее, у меня ещё волна идёт. Они посмотрят, давай, согни руки вот так. Миску у меня забрали, я с одного рук, они у меня под локти, на платформу, тот принул туда, тот принул сюда, дотащили меня до вагона, подали мне эти самые. Я говорю, ой, ребята, какое вам спасибо, как меня поблагодарить, будьте здоровы, и этим вы нас поблагодарите. Приветствую вашим деткам. Вот так, прихожу, я тут, Сематрина моя говорит, господи боже мой, я уже думала, куда вы девались, куда, пропал человек с пелёнками, главное, я говорю, вот именно. Вот так я ехала. И 27 ноября, по-моему, да, мы ноябрь весь ехали, часть октября и ноябрь ехали. Мы приехали в Новосибирск. Уже холодище. Холодище, кошмарное, снег вот такой лежит, холод, кошмарный, ну куда? Кто-то опять, я уже не могу тебе сказать, я не помню кто, но притащил нас на конный двор, и там такая комната для этих всяких, этих извозчиков, и как они там называются? Для кучеров. Для кучеров этих, вот, и нас завели в эту комнату, а там тепло, прямо пар такой попёрли, я так счастлива была, господи, давай ска этих, хоть немножко тут их рассупонивать. Пришёл начальник, ну я же говорю, что люди всё-таки людей больше хороших, чем плохих. Пришёл тут начальник, я говорю, что такое? Я ему рассказала, что вот я в таком положении, так далее, он вызвал вошлицу и говорит, вы идите в мою конторку, пока посидите, вылежи всё, что всё блестело, и принеси сено, или солома, солома, по-моему, уже была солома, а не сено, потряси тут везде кругом, и там эти попоны какие есть, постели, пускай она поспит вместе с детками, с больной с сестрой, пусть они здесь будут, а им скажи, сегодня нет у нас диспетчерской комнаты, пока мы куда-нибудь их не устроим. Ну всё, конечно, с мужьями, с там все поехали куда-то, поустраивались, а кто мне будет беспокоиться, куда я пойду? Ну потом, значит, как-то уже получилось так, что я всё-таки вышла в город, ну там недалеко было, ехал какой-то там на лошади, он меня подвёз, я поехала в ЖЭК, меня привезли, и говорю, вот так и так, там плотников был такой, глухарь, глухой как чёрт, как стена, а баб любил кошмарно. Да, начав с того, что, значит, мне комплименты, я говорю, слушайте, у меня двое детей, мне ребёнка кормить надо, какие разговоры могут быть? Я вас прошу, меня надо куда-то устроить с ребятами, у меня сестра больная, в общем, нача, в конце концов, разревелась, разорвалась и стукнул к локуму в птол. Да, такой кулак был большой, он, говорю, ужасно испугался. Ну, хожу, говорю, он мне дал адрес, написал записку, объяснил, как идти и так далее, я вышла, за мной вышел человек какой-то, Кузнецова, казалось, он бывший начальник милиции, но его почему-то демобилизовали сюда на работу, к этому, Лотникову, и он, покажи, что он написал, прочитал, хорошо, пошли, я повезла, знаю, куда-то, и мы пошли, забрались мы с ним на четвёртый этаж, на подоконниках вот такие наливные, вот такие, потому что дают тепло, батареи тёплые, и всё это течёт, и всё это застывает, он посмотрел, посмотрел и говорит, да, это только квартира для вас, это пусть чиновники живут, а мы пойдём другое искать. Но я уже иду за ним, как телёнок, он делал, знаешь, куда-то идти, привык, у меня такой блочный дом хороший очень, двухэтажный, поднялись мы на второй этаж, он постучал, там кто-то открыл, он говорит, кто живёт здесь, этот мужчина сказал, кто живёт, что он живёт, его жена и брат его, а во второй комнате живут девушки, которые работают на заводе. Зашли мы в эту комнату, у тебя девушки живут, но я сначала ничего не разобрал, а он потом всё самое говорит этому, помогите. Начали вытаскивать топчаны и бросать прямо на землю, в снег. Он так отподнял один топчан, а там шевелится что-то. Вот такие гнёзды клопы. Как они спали, я не знаю, как можно было спать. Выносливые девушки. И он всё, всё, снег побросал и сказал, это вы не берите к себе в комнату, или вы пропадёте с этими клопами. А в чью комнату у вас девушкам? Да, девушек всех в общежитии. Нечем здесь наслаждаться, когда здесь маленькие дети, эвакуировных людей много, пускай поживут в общежитии, а дальше будет видно. Ну, этот дядька такой непривитливый был сосед, прямо морду с кочевряжем, ему-то не помыло, дети маленькие. Ну, короче говоря, он пошёл куда-то там, не знаю, куда он, в какой-то подъезд, позвонил по телефону, прислали уборщицу, она всё помыла, всё почистила и в кухне, и кругом, и мы, значит, забрались сюда. Подожди, подожди, как же это так, как же я блочну? Да. Он не сразу, я его увидела, в Чалкузнецово. Когда я увидела вот этот наледень, это потом было. А сначала я пришла в какое-то помещение там тоже. Холод адский, сквозняк, окна все побитые. И я начала рыдать там, плакать, и не помню, кто-то нас поселил. Как же это называлось? Он не барачный, а как-то назывался, что он такой деревянный дом построен. Бараки. Да это не бараки были даже. Вот. И там вот такие щели между досками, и они забиты этими паклей. Ну, дуют, придут, ну что ли, одеваться некуда. Я пришла сюда. Пришла, а там военная часть, это у них забравится. Помещение, да, и нам, значит, там две комнаты. А потом, на второй день, я пошла, ага, я пошла жаловаться к этому плотнику, говорю, как же я могу там жить, я ночь не спала, дети не спали, я их все время у себя на груди обогревала, у меня в сестре 40 температур. Ну, как же так можно? И вот тогда этот Кузнецов, я его встретил, и он меня повел, посмотрел, где я живу тоже, и повел меня в этот хороший дом. А если хороший дом, нормальный, тактенные батареи огромные, теплый, свет горит. Ну, в общем, в рай попали. Ну, и рай у меня сейчас кончился тем, что у меня соседка там одна. Я говорю, боже мой, у меня есть кейка, но ведь нечем. Где тут можно хоть что-нибудь купить? Здесь вы ничего не купите. Вот есть коммерческий магазин, объяснен он мне, где. Пойдете в 5 часов дня, займете очередь, простоите всю ночь, утром откроете 10 часов. Это магазин коммерческий, и там чего-нибудь купите. Если у вас есть деньги. Спасибо.